Доброе утро студия, доброе утро телезрители. Крым всегда славился своей многонациональностью, палитру культур и религий. Благодаря ей можно отнести его, пожалуй, к самым уникальным и необычным местам на планете Земля. 16 религиозных конфессий, более 170 народностей и национальностей проживают на его территории. Евпатория одна из немногих площадок, где можно познакомиться с жизнью сразу нескольких древних культур. У нас в гостях утро нового дня председатель правления национально-культурной автономии Кардашлар Дмитрий Габай. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте. Доброе утро. Малый Иерусалим в Евпатории достаточно востребованный маршрут как для евпаторийцев, так и для приезжих. На территории его находятся различные храмы, молебны, в том числе и караимские кенасы. Это древнейший комплекс, построенный еще в начале 18 века, правильно? Сейчас считается уже памятником архитектуры. На его территории есть музей. Скажите, вот чем он примечателен? Наш музей свою историю ведет еще в 20-х годах прошлого столетия. Коллекцию нашего музея начал собирать феодосиец Борис Яковлевич Кокинай. После его смерти его дело продолжила Смит Исааковна Кушуль, Евпаторийка. На данный момент коллекция нашего фонда, фонды нашей коллекции составляют около полутора тысяч экспонатов, которые представляют и древность, и современность, и раскрывают многочисленные грани культуры, традиций и быта крымских караимов. Коллекция собрана со всего Крыма или это Евпатория только? Конечно же, не только Евпатория, и Крым, и даже предметы России, караимов, связанных с Россией, с миром, привозят к нам в музей. И эти предметы пополняют нашу коллекцию. А есть какие-то необычные находки? Ну, наша коллекция достаточно уникальна сама по себе, потому что такого количества предметов, связанных с традициями, и бытами караимов, не существует нигде больше. Вечера на караимской, выступления народных ансамблей, уход за памятными местами, тот же музей, его содержание на все нужно финансирование. Откуда, что это за источник? Либо вы все своими силами? В основном, конечно же, все своими силами, благодаря предпринимателям караимам, очень много меценатов, которые помогают. Недавно нам пошили 16 костюмов для нашего ансамбля с помощью Рескомнаца, за что им огромная благодарность. Но все остальное, в основном, мы делаем своими силами, силами членов нашего общества. А что за ансамбль? Это Фидан? Да, ансамбль Фидан. Ансамбль песни и танца Фидан. Вы выступаете на различных мероприятиях? Нас приглашают не только на площадках Евпатории выступает ансамбль, но и также в Крыму. И в позапрошлом году выступали на фестивале русского географического общества в Москве. Расскажите, в ансамбле только девочки, либо есть мальчики? Есть, но совсем мало. Из 45 участников ансамбля всего два парня. С чем это связано на ваш взгляд? Мне кажется, что все-таки родители считают, что танцы и мальчики – это немного несовместимые вещи. Но мне кажется, это такое распространенное заблуждение. То есть это не про культуру мы говорим, а все-таки про стереотипы? Вероятно. Скажите, а на территории караимских кеназ ансамбль выступает? Конечно, на праздниках, в отдельном мемориальном дворике имеют возможность. Недавно мы отпраздновали праздник урожая, и ансамбль порадовал нас своим замечательным новым номером. А вот вы расскажите, для тех, кто еще не был у нас в Крыму, в Евпатории, чем еще примечательен храмовый комплекс караимских кеназ? Ну, я думаю, что о храмовом комплексе вам бы, конечно, было гораздо удобнее поговорить с руководителем религиозной общины. В ведение Кардашлар входит все-таки ансамбль Федан и музей крымской этнографии Несемиты Исааковны Кушуль. Если хотите, могу немного рассказать еще о музее. Рассказывайте. Да. Постоянно у нас пополняются фонды нашего музея. И вот в этом году это было порядка 50 новых предметов. Среди них даже есть картины наших известных евпаторийских художников Ленура Вилеляева, Ивана Кудрявцева. К сожалению, все выставить мы не имеем возможности, не хватает площадей, очень многие предметы лежат в запасниках. Большая надежда была на возврат Александровского Каримского духовного училища. Но, к сожалению, этот вопрос отодвинулся сейчас в неизвестное будущее. А почему? Ну, это достаточно долгий процесс, еще с 90-х годов длится, поэтому не думаю, что в рамках сегодняшней передачи будет удобно. Нам просто времени не хватит, да? Да, не хватит времени о всем рассказать. Но несколько комнат Александровского духовного училища мы готовы были бы украсить предметами каримской культуры. А скажите, ближайшие планы, мероприятия? Ну, у нас ежегодно проводятся и выступления ансамбля, и даже музейные экспонаты мы вывозим на выездные выставки. Вот на Ходорлезе принимаем участие ежегодно. В прошлом году нас пригласили, коллекцию нашей выставки пригласили в Крымский этнографический музей, где у крымчан была великолепная возможность познакомиться с этими предметами и все-таки их увидеть. Потому что, к сожалению, мы пока не можем обеспечить регулярных экскурсий. Ну, несмотря на это, все равно и музеи, и караимские кинозы востребованы, да, и в Птарийце тоже приходят и знакомятся с культурой. Конечно. Спасибо большое, Дмитрий Вячеславович, что нашли время к нам прийти. Мы всегда рады вас видеть. У вас диск. Да, да. Сегодня, пользуясь случаем, хочу подарить вам только в этом году вышедший диск «Джин Ингерлай». Это песня нашего, вокальной группы нашего ансамбля. Ему в этом году исполнилось 20 лет. И, надеюсь, и вы, и ваши телезрители с удовольствием будут слушать песни. Это уникальный, да, диск? Его всего сколько их насчитывается? Его пока всего несколько экземпляров. А Тираж планируете увеличить? Конечно, мы планируем его вообще хотя бы издать, но пока нет финансирования. Мы за свои средства немножечко только издали. Вот один из экземпляров ваш. Спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи и всегда рады вас видеть в нашей студии. Спасибо.